Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прежде всего, огромное спасибо организаторам за то, что вы нас наконец собрали очно и целых два дня, два года спустя мы смогли друг с другом пообщаться вживую. Это прямо вообще феноменальная история, за это безумно благодарен. Но, собственно говоря, приходя к нашей теме, я сразу скажу, что я химиотерапевт, поэтому, естественно, обсуждать какие-то технические вопросы для меня будет довольно сложно. Тем не менее, мы посмотрим с вами на эту проблему со стороны тех данных клинических исследований, которые в настоящий момент у нас есть. Их тоже будет немного. К сожалению, те результаты исследований, которые у нас есть, в основном это ретроспективные серии, немножко проспективных данных тоже будет. Ну и прежде, чем мы перейдем непосредственно к теме, я напомню, что если мы говорим про понятие регионарных лимфатических коллекторов для колоректального рака, то это, как правило, те лимфоузлы, которые располагаются вдоль брюжейки толстой кишки или по соответствующим питающим сосудам, которые питают данный сегмент кишки. Другими словами, если мы говорим с вами про параортальную группу, то это не регионарные лимфатические узлы. Согласно классификации ТНМ, это у нас М1, то есть это метастатическая форма. Это первое. Второй важный момент, то что это относительно редкая группа для изолированного синхронного поражения, то есть если у нас есть первичный опухоль, нет нигде метастазов, то поражение забрюшиных лимфатических узлов встречается всего в 1-2% случаев. Чуть чаще мы это видим как рецидивы, это порядка 15% случаев. И если мы посмотрим на, в принципе, прогностическое значение первичного поражения ретропатериальных лимфоузлов, то это, к сожалению, пациенты плохого прогноза с довольно низкой ожидаемой 5-летней выживаемостью. Если мы посмотрим с вами на все существующие современные рекомендации, то, в общем, как уже было сказано, действительно, когда мы говорим про резектабельные метастазы, как правило, имеется в виду печень легкая, и во всех рекомендациях именно эти позиции фигурируют как, возможно, резектабельные. Еще есть немножко там по локализованным поражениям брюшина, но это такие достаточно обрывочные данные. И вот именно в этой группе пациентов, как правило, рекомендовано хирургическое лечение, потому что мы точно знаем, что у части пациентов с поражением печени мы вообще можем вылечить таких пациентов. И при поражении легких мало вероятно, что мы их вылечим, но, тем не менее, у них будет очень неплохая выживаемость в том случае, если, возможно, выполнить резекцию. Для всех остальных пациентов, если это синхронное метастазическое поражение или рецидивы, как правило, мы говорим про системную терапию. То есть, в принципе, основа лечения таких пациентов, как правило, всегда была химиотерапия и таргетные препараты. Сразу скажу, что на самом деле группа пациентов с ретропетриальным поражением – это гетерогенная популяция пациентов. Да, мы можем выделить синхронное поражение, когда эти лимфатические узлы поражены сразу одновременно с выявлением первичной опухоли. Это рецидивы. И во многие исследования также были включены группы пациентов, которые включали в себя местный рецидив забрюшинный. То есть, поскольку кишка располагается близко к забрюшинному пространству, то, в общем, часть пациентов имеют рецидивы именно в той зоне. И на самом деле рецидивы в лимфоузлах и местные рецидивы – это немножко прогностически, судя по всему, разные пациенты. Местные рецидивы сопровождаются почему-то худшей выживаемостью во всех исследованиях. Те объяснения, которые мне встречались, это то, что фактически это рецидивы, которые могут вовлекать сосудистые структуры, которые гораздо хуже локализованы и, в общем, не так хорошо подлежат локальным методам лечения. Поэтому, если мы посмотрим с вами на кривые выживаемости, они видны справа, то здесь вы увидите, что выживаемость пациентов с локальным рецидивом в лимфатических узлах или с местным рецидивом, она, в общем, отличается довольно существенно. Если мы говорим про хирургическую помощь, то, вообще говоря, подавляющее большинство исследований для таких пациентов – это либо японские данные, либо данные южнокорейские. Поистине, я думаю, что вы все знаете, что японцы – это законодатели, в общем, абдоминальной хирургии. Огромное количество хирургов и штатов и от нас ездят на стажировку туда. И, в общем, они действительно, как правило, дают нам какие-то новые идеи по поводу абдоминальной хирургии. И если мы посмотрим достаточно ранние данные, 10-летней давности, где цель исследования была, в общем-то, посмотреть, какое количество пациентов вообще действительно можно прооперировать, когда есть поражение забрюшенных лимфатических узлов при колоректальном раке, оказалось, что это достаточно небольшое количество. Из 38 пациентов, выявленных с ретропитериальным поражением, только 15% подлежали хирургии. Хотя, вроде бы, в этом исследовании получается, что есть преимущество выживаемости у таких пациентов. То есть, если резекцию сделать, то, вроде бы, пациенты живут лучше. Опять же, тут надо понимать, что это некая, может быть, девиация выборки, просто потому, что других пациентов мы не прооперировали по какой-то причине, возможно, потому что это больший размер поражения. Если посмотреть на более новые данные, опять же, фамилия автора не вызывает сомнений о его происхождении. Да, мы с вами видим 36 пациентов, у которых были синхронные поражения ретропитериальных лимфоузлов. Это смешанная группа пациентов. Большая часть имели изолированные поражения, но были также пациенты с методическим поражением печени. И, вроде бы, мы действительно видим, что выживаемость без прогрессирования 22% в течение 5 лет. Это неплохие, на самом деле, показатели для тех пациентов, которым возможно сделать операцию. Тем не менее, если мы посмотрим на подгрупповой анализ, и это второй график, где есть пациенты, которым только изолированное поражение лимфоузлов, это верхняя кривая, и, соответственно, поражение печени, да вторая кривая, вы можете видеть, что в основном выигрывали только те пациенты, у которых было изолированное поражение лимфоузлов. Лимфоузлов, действительно, вроде бы, таких пациентов выживаемость оказалась лучше. Что еще очень важно, в этом же исследовании была попытка посмотреть, а имеет ли количество лимфатических числов в поражении. Да, оказалось, что имеет. В этом исследовании, если количеством было больше двух, то, судя по всему, какого-то большого выигрыша от хирургии мы уже не получали. И вот эта цифра, которую нам нужно запомнить, потому что она потом будет повторяться еще в нескольких исследованиях. Еще одно исследование, и тоже японское, 29 пациентов, синхронное поражение лимфатических узлов. Опять же, вроде бы неплохие результаты, хотя с точки зрения выживаемости без прогрессирования 17% трехлетней выживаемости это чуть похуже, чем в предыдущем исследовании. Хотя, в принципе, тоже мы что-то, возможно, выиграем. Что важно, что в этом исследовании также было показано, что в основном выигрыш от хирургии был только у тех пациентов, у которых было изолированное поражение лимфатических узлов, а не было поражения в других областях, в частности, в печени. Причем здесь группа относительно равная. 19 пациентов имели изолированное поражение, 10 пациентов имели еще синхронные метастазы в печени. Немножко проспективных данных. Тоже не очень новое исследование, и тоже пришедшее к нам из Азии, это Южная Корея, исследование, включающее в себя первично 79 пациентов, в которых выявлено изолированное поражение лимфатических узлов ретроперлиальной области. И оказалось, что в этом исследовании только треть пациентов было возможно прооперировать, причем 70% пациентов, которые не были прооперированы, просто не могли быть прооперированы, по мнению хирурга, ну и еще 20% отказалось. Если мы посмотрим на кривые выживаемости, на самом деле, вроде бы, опять же, есть какое-то преимущество хирургии, в пятилетней выживаемости 53% у тех пациентов, кому было выполнено резекции, 12% у тех, кому не было, но, опять же, надо понимать, что это не совсем равные группы пациентов. Что еще важно, что в этом же исследовании, как и в предыдущем, было показано, что действительно количество пораженных лимфатов также имеет значение, и опять мы видим цифру 1-2, то есть, да, выигрыш хороший получался у тех пациентов, у которых есть единичные метастазы, как только их становилось больше двух, опять мы теряем какую-либо пользу. Интересно, что это одно из немногих исследований, где было описано осложнение, и вроде бы статистически недостоверно, хотя численно на 7% больше серьезных осложнений в группе естественной резекции. Как известно, в Европе не было самураев, зато были мушкетеры, и поэтому, собственно, то исследование, которое у нас есть по европейской популяции, относительно большое, 25% — это французское исследование, где были включены пациенты с ретроперлиальным поражением, и здесь было 19 пациентов с синхронным поражением, 6 с метахронным, и если мы посмотрим с вами на выживаемость без прогрессирования, порядка 25% пациентов, судя по всему, получили какую-то пользу от такой операции. Здесь достаточно много было данных про осложнение, в отличие от предыдущих исследований, и по данным этого исследования, порядка 8% пациентов имели осложнение 3-4 степени послехирургические, но при этом ни одного летального исхода в этой группе не было. Самыми частыми была кишечная непроходимость, травма четочника, симптомные лимфокисты, травма крупных сосудов. Мы потихонечку с вами незаметно перешли в такую революцию лучевой терапии, и, в общем-то, радиохирургия действительно проникает все больше и больше в нашу клиническую практику. Для многих патологий это уже стандарт, например, поражение головного мозга, например, локализованный рак легкого, который не подлежит хирургическому лечению пожилых или хрупких пациентов, это уже прописано во многих стандартах. И, в общем, естественно, радиохирургия стала проникать и в колоректальный рак, о чем мы только что с вами слышали. И одно из первых исследований, они же тоже 10-летней давности поиспользуют 3D-конформную лучевую терапию пациентов с рецидивами в ретро-питролиальных лимфатических узлов. Опять же, это наши южнокорейские коллеги. Здесь было интересное исследование, потому что они, кроме лучевой терапии, одновременно проводили еще и химиотерапию, и они получили довольно неплохие результаты тем пациентам, которые такое лечение проводилось. Пятилетняя выживаемость составила 36%, полные ответы 59%, техничные ответы 27%. Ну и, в общем, если мы посмотрим на цифры выживаемости, они очень сопоставимы с хирургией, на самом деле мы приближаемся к тем же результатам. При этом, что интересно, что в этом исследовании фактически не было никакой токсичности 3-4 степени, в основном была ЖКТ-токсичность 1-2 степени, хотя она встречалась довольно часто. По мере того, как развивались технологии, у нас появились другие методики радиохирургии. Мы сейчас понимаем, что на самом деле кибернош – это очень красивая игрушка, и, в общем, нельзя сказать, что она имеет какие-то существенные преимущества перед другими методиками радиохирургии. Тем не менее, еще одно тоже азиатское исследование 2015 года, оно нам интересно по двум причинам, потому что здесь была попытка разбить пациентов на две группы, тем, которым радиохирургия выполнялась сразу, или сначала начинали с химиотерапии, а потом выполняли радиохирургии, опять же, вне зависимости от химиотерапии. То есть она делалась и тем, кто прогрессировал, и тем, кто отвечал на химиотерапию. В общем, довольно интересные результаты. По цифрам все очень сопоставимо с хирургией, но тем не менее, если мы посмотрим с вами на кривые выживаемости, то первая группа пациентов, это та, которым об фронт выполнялась радиохирургия, получила максимальный плюс. Да, если мы посмотрим на группу со срочной радиохирургии, вне зависимости от того, отвечал пациент на химиотерапию или нет, почему-то результаты получились хуже. Ну, с прогрессированием тут более-менее все понятно. Вот почему отсроченная радиохирургия не сработала так хорошо для тех пациентов, которые ответили на химиотерапию. Было бы интересно посмотреть. Возможным объяснением является то, что мы просто потеряли часть областей, которые нам нужно облучать, потому что они просто исчезли на фоне химиотерапии, мы их не смогли визуализировать. При этом, вот что касается локального контроля, тут данные довольно интересные. Действительно, у тех пациентов, у 80% которых подошел рецидив, всего у 20% он произошел в зоне, где была лучевая терапия. В остальных ситуациях это либо были дистанционные метастатические поражения других органов, либо тоже забрюшины, но в других зонах, там, где не было лучевой терапии. У нас есть теперь данные европейские, и это исследование, включающее 90 пациентов, получающих радиохирургию по поводу олигометастического поражения лимфатических узлов. Здесь включались пациенты до 4 лимфатических узлов, 4 включительно. То есть это больше, чем, в принципе, вот обычно мы видели в хирургии. И в этой ситуации, что интересно, что мы получили довольно неплохие результаты с точки зрения локального контроля и общей выживаемости. Опять же, трехлетняя выживаемость составила 61%, пятилетняя выживаемость фактически 40%. Это те цифры, которые, ну, в общем, сопоставимы с другими методами лечения, которые мы можем предложить локальными, в частности. При том, что, если посмотреть на токсичность, опять же, то, что репортируют наши коллеги, токсичность третьей и четвертой степени в этой подгруппе пациентов отсутствовали, и мы не видели какого-то тяжелых осложнений, которые бы мешали дальше заниматься таким пациентам. У нас, к сожалению, нет прямого сравнения какого-либо рандомизированного или даже хорошо сделанного нерандомизированного хирургии и лучевой терапии. Поэтому все, что мы с вами можем сделать, это проанализировать те данные, которые в настоящий момент у нас есть. И если так более-менее обобщить, то я бы сказал, что хирургия – это действительно хорошая методика для очень избранных пациентов, когда это изолированное поражение ретроэпитриальных лимфатических узлов, когда это единичное поражение 1-2 лимфатических узла, и есть хорошие хирургии, готовые потенциально к 10% осложнений. Лучевая терапия тоже, судя по всему, очень хороший выбор, если она доступна, потому что радиохирургия, к сожалению, далеко не всегда выполнима. При этом именно радиохирургическая методика является предпочительной с точки зрения выбора лучевого подхода. Похоже, что лучше это мы достигаем, если мы делаем такой вмешательство обфронт, то есть сначала радиохирургия, потом лекарственное лечение, и, возможно, есть какое-то значение для фокального прогрессирования в использовании радиохирургии. Это, на самом деле, самый спорный, наверное, вопрос, хотя эти данные у нас так косвенно появляются при разных вариантах опухоли, когда у нас есть вроде бы полный контроль над заболеванием по множественным очагам, какой-то очаг начинает расти, а почему бы не попытаться его условно сжечь, но, опять же, каких-либо, к сожалению, больших данных по этому поводу в настоящий момент у нас нет, и я думаю, что это вопрос перспективы. Большое спасибо за внимание, буду рад ответить на вопросы, если они есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!